Девушки отдыхают Это место, где много всяких интересных старых вещей Старше тебя? Да, даже старше меня О, какие старые Там есть зал с вещами, которые принадлежали древним королям и королевам Ой, я так хочу пойти в этот зал А еще зал с настоящим динозавром О, динозавр! Привет, мама-свинка Привет, мисс Корольчиха Сколько вам билетов? Два взрослых и два детских Динозавр И динозавром Пеппа хочет увидеть вещи, принадлежавшие королям и королевам Ух ты! Динозавр! А Джордж хочет увидеть динозавра И не плачь, Джордж Мы скоро пойдем к динозавру Пеппа, это вещи, которые были у королей давным-давно Вот королевский стул Золотой трон Он красивый Платье королевы Какое милое Смотри, Пеппа, настоящая золотая корона Ух ты! Чудесные вещи Мама, где королевский телевизор? Тогда не было телевизора А, как не было? А компьютеры были? Нет, компьютеров тоже не было Чем же они занимались? Хе-хе-хе-хе Мама, будь я королевой Я бы ела одни пирожные Пеппа воображает себя королевой Хе-хе-хе Хе-хе-хе Ммм, объеденье Что прикажете, королева Пеппа? Я? Еще одно пирожное О, да Хе-хе-хе Пойдемте Иду, папа Хе-хе-хе Папа, я королева Ты должен мне поклониться О, прошу прощения, ваше величество Чем вы занимаетесь? Я ваш папа Хмм, интересное занятие Да, очень интересное Что это за зал? Это зал с динозавром С динозавром? Джордж Это зал с динозавром Хе-хе-хе Динозавр Где же динозавр? Где-то в этом зале Я не вижу Он, наверное, маленький Нет, Пеппа Он очень большой Ах! Ой! Это скелет настоящего динозавра Динозавра Динозавр Джордж воображает себя большим динозавром Это динозавр! Спасите, спасите! Это самый любимый зал Джорджа А мой любимый Это королевский зал А папа-свин пошел в свой любимый зал А какой это зал, мама? Зал с пирожками Любимый зал папы-свина Это буфет-музей Хе-хе-хе Ну-ка, садитесь О, да Это хороший зал Хе-хе-хе Я свинка Пета Это мой младший брат Джордж Это мама-свинка А вот папа-свин Хе-хе-хе Свинка Пета Маскарад У Пеппы и Джорджа сегодня праздник маскарад Они пригласили всех друзей Пеппа нарядилась принцессой-фей А Джордж нарядился динозавром Хе-хе-хе Динозавр Хе-хе-хе А вот и друзья Пеппы Киска Кэнди Овечка Сьюзи Щенок Дэнни Кральчонок Ребекка И Пони Петро Сьюзи нарядилась в костюм медсестры Привет, Сьюзи Привет, мистер Свин Я рад, что здесь медсестра Ты приехала из больницы? А, но я не медсестра Это только костюм Хе-хе-хе Хорошо Ух ты Кто это? Я пират Свистать всех наверх Я ведьма Я могу превратить вас в жаб А я клоун Здорово Ну, ты кто, Ребекка? Я морковка Потрясающе Входите Принцесса Фей и динозавр ждут вас Всем привет Привет, Пеппа Привет, Пеппа Привет, Сьюзи Я принцесса Пеппа Ты должна мне поклониться Ваше величество Я медсестра Откройте рот Скажите А А А А А А Я клоун Покажи что-нибудь Зачем ты нарядилась морковкой? Я люблю морковь Динозавр А, страшно Динозавр Пеппа Любуется собой в зеркало Свет, мой зеркальце, скажи Кто прекрасней всех на свете? Это ты, Пеппа Привет, Пеппа Привет Я принцесса Фей А я ведьма Вот моя волшебная палочка А вот моя палочка Я превращу тебя в жабу А я превращу в жабу тебя Динозавр Ай-яй-яй Джордж испугался своего отражения Глухенький Джордж Смотри Это же ты в зеркале Дети Сейчас мы должны выбрать Самый лучший костюм Нам нужен судья Я, 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 я Раз празднив честь Пеппы Пусть она будет судьей Я судья Я судья Папа, а кто такой судья? Судья решает, чей костюм лучший Хорошо Пеппа должна выбрать У кого лучший костюм Сюзи Покажи нам свой костюм Я медсестра Я лечу у людей Прекрасно Медсестра Теперь Дэнни Я пират! Свистать всех наверх! Теперь Кэнди Я ведьма Я превращу тебя в жабу Я принцесса-фей Я превращу тебя в жабу Дети, дети Прости, мама Кто теперь? Я клоун Ой Смешно Ребекка? Я морковку Чудно Мой младший брат Джордж Страшный динозавр Все костюмы замечательные Ура! А теперь назови победителя Ах, да А победитель Я! Ты не можешь выбрать себя Ты же судья Судья? Выбери кого-нибудь другого Ладно Морковка Ура! Спасибо Пепе любит маскарад Все любят маскарад Я свинка Пепе Это мой младший брат Джордж Это мама свинка А вот папа свин Свинка Пепе Домик на дереве Пепе и Джордж Приехали в гости К бабушке и дедушке Бабушка Бабушка Привет, мои малыши Прежде чем заходить Снимите грязные сапоги Да, бабушка Пепе Пепе Джордж Смотрите, что у меня есть Занавески У-у-у А зачем такие маленькие занавески? Это сюрприз Хотите посмотреть, что дедушка свин строит в саду? Хотим Дедушка Девушка Привет, Пеппа, Джордж Смотрите-ка, что я построил Это ваш домик На дереве Наш Джорджем А это занавески для вашего домика Ура! Пеппа и Джорджу нравится домик на дереве Спасибо, бабушка Спасибо, дедушка Кто хочет зайти внутрь первым? Я, я Тогда входи Прежде чем войти в домик Нужно снять грязные сапоги Я в нашем доме Я в нашем доме Джордж, ты тоже хочешь зайти в домик? Да, кто там? Поросенок Джордж проходил мимо Можно ему войти? Если он снимет грязные сапоги Джордж, сними сапоги И можешь зайти в домик Пеппе Кто там? Джордж? Да, кто там? Мама-свинка У вас есть место для гостей? Нужно сказать тайные слова Тогда ты можешь войти Ладно А какие тайные слова? Я скажу тебе на ушко Тайные слова такие Большой папин живот Ясно Скажи тайные слова Большой папин живот Правильно Большой папин живот По-моему, глупые тайные слова Мама, прежде чем войти Нужно снять сапоги Конечно Есть место для папы Скажи тайные слова Можно мне другие тайные слова? Нет Ну ладно Большой папин живот Мама-свинка Можешь войти, папа Снимай сапоги Я не могу пролезть в дверь У тебя слишком большой живот Я знаю Пап-свин может залезть сверху Пепа, Джордж, мама-свинка и папа-свин Сидят в домике на дереве Мне нравится наш домик Я никогда из него не выйду Хорошо, Пепа Но может ты зайдешь в гости в мой дом? Нет, спасибо Ну, тогда нам с дедушкой Придется есть печенье совсем одним Печенье! Бабушка Я приготовила печенье Но чтобы войти, нужно сказать тайное слово Это просто Большой папин живот Правильно А мне кажется, что это очень глупые тайные слова Я свинка Пепа Это мой младший брат Джордж Это мама-свинка А вот папа-свин Спящая принцесса Наступила ночь Пепа и Джордж готовятся спать Спокойной вам ночи Мама Папа Что, Пепа? Я не хочу спать Можно мне сказку? Может, Джордж хочет спать? Мы будем ему мешать Джордж, ты хочешь сказку? Скажи «да» Ну ладно Я, пожалуй, расскажу одну сказку Обещайте, что после сказки будете засыпать Обещаем Пожалуй, я расскажу вам про спящую принцессу Это хорошая сказка Вдруг она скучная Она не скучная Она интересная Там будет маленькая принцесса Пепа Если будешь болтать, папа никогда не начнет Прости, мама Так там будет маленькая принцесса, папа? Да Там будет маленькая принцесса Спящая принцесса Давным-давно Жила-была в замке маленькая принцесса Ее звали спящая принцесса Папа, а почему ее так звали? Мы до этого дойдем Она была красивая, папа? Да Очень красивая Она обожала любоваться на себя в зеркалах Я так хороша! Хе-хе-хе-хе-хе А кто еще жил в замке? Эээ, ну... Еще в замке жил маленький принц Королева-мама И король папа И король папа Правильно Они тоже жили в замке А у короля папы был большой живот? Конечно, нет Он был очень красивым, как я Хе-хе-хе-хе Так вот, еще там был дракон Динозавр! Динозавр? Ах да! Это был не дракон Это был динозавр Рядом с замком Жил большой, свирепый динозавр Ну вот, может, динозавр был не таким свирепым, папа-свин Прости, Джордж, нет, динозавр был очень тихим Он ел одну траву Папа-свин Ой, простите, я показывал динозавра Папа, почему же принцессу звали спящей? Скоро узнаешь Видишь, солнце село, появилась луна и звезды И всем очень хотелось спать Мэй! Мэй! Но больше всех хотела спать спящая принцесса Пепа, а тебе хочется спать? Нет, папа, я совсем не хочу спать А кое-кто хочет Джордж, проснись! Ты пропустишь всю сказку! Ну, может, Пепа и не хочет спать А спящая принцесса хотела Она целый день смотрелась в зеркало и ужасно устала Тебе пора в кроватку Добрых снов Спящей принцессе так хотелось спать, что она сразу же заснула Спасибо за сказку, король-папа Не за что, королева-мать Нашим принцу и принцессе тоже понравилось Я свинка Пета Это мой младший брат Джордж Это мама-свинка А вот папа-свин Свинка Пета Поход Пепа и ее семья отправились в поход Я люблю походы Ну, приехали Ура! Пепа, Джордж, с этой палаткой я ходил в походы в детстве Папа, как ты сделаешь из этого палатку? Не волнуйся, Пепа Я разбираюсь в палатках Мама-свинка, клади тент на столбики Вот и все Проще простого Ой А зачем эти колышки? Точно, я забыл про колышки Колышки не дают палатке упасть Все Эта палатка маловато В детстве я в ней помещался С тех пор она уменьшилась Все дело в том, что с тех пор ты чуть-чуть вырос, папа-свин А твой живот вырос больше всего Кстати, о животе Пора готовить ужин Да, да Сперва нужно набрать дров для костра Ех ты Пепа и Джордж помогают папе-свину собирать дрова для костра Джордж, я буду собирать, а ты носить Собирать дрова весело Все, этого хватит Прекрасный костер Я разожгу его Возьми спички Спички не нужны Папа, как разжечь огонь без спичек? Я разведу огонь по-старому Нужно потереть две палочки Папа-свинь трет палочки друг от друга, чтобы развести огонь А где огонь, папа? Еще чуть-чуть Ура! Проще простого Теперь разогреем томатный суп Слышите звуки природы? Что это за звук? Это поют сверчки А это? Это сова Смотри, вот она Ого! А это что такое? О, я не знаю Это папень живот Урчание в животе лучший звук природы Значит, пора есть Я люблю томатный суп Я тоже Вот еще один папень звук природы Что? Пойдемте, дети, в палатку Пора спать Мы все не влезем Она маленькая Не волнуйтесь Полезайте Поглубже, мама-свинка Папа, ты слишком большой Ничего Я могу поспать на улице Добрых снов, папа-свин Пока, папа Пока Спокойной ночи Мама-свинка, Пеппа и Джордж Спят в палатке Папа-свин спит на улице Под звездами Я люблю походы Сон на свежем воздухе Под звездами Может, это была неудачная идея Уже утро Папа, в палатке было так уютно Ой, а где же папа? Папа-свин исчез Бедный папа-свин Наверное, он замерз Куда он делся? Что это за звук? Похоже на храп Папа-свин Папа-свин Что? Ты в порядке? Ха-ха-ха Ну, конечно Я умею ходить в походы Я спал в машине Глупенький папа Как же я люблю походы Я свинка Пепа Это мой младший брат Джордж Это мама-свинка А вот папа-свин Свинка Пепа Обед Пепа и Джордж Приехали к бабушке и дедушке На обед Бабушка Бабушка Привет, мои малыши Хотите пойти на огород Собирать овощи? Хотим Дедушка Дедушка Привет, Пепа, Джордж Это огород дедушки-свина Он сам вырастил все эти овощи Э-э-э-э Что это? Динозавр Динозавр? Хо-хо-хо Наберем овощей к обеду, да? Хи-хи-хи-хи Пепа, скажи Ты любишь помидоры? Да, дедушка-свин Джордж А ты любишь помидоры? Нет Джордж не любит помидоры Ай-яй-яй-яй-яй А вы любите латук? Да, дедушка-свин Нет Джордж не любит латук Ой-яй-яй-яй-яй Но должно быть что-то, что любит Джордж Ты любишь огурцы? Фу Джордж не любит огурцы Он не любит латук И не любит помидоры Эй, Джордж А какие овощи ты любишь? Шоколадный торт Хи-хи-хи О, свежие помидоры Латук и огурцы Для начала Помоем Пепа и Джордж Помогают бабушке Мыть овощи Хе-хе-хе! 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 Я думаю, уже хватит. Бабушка-свинка приготовила из помидоров, латука и огурцов салат. Дедушка-свин, зови всех обедать. Обед! Бабушка-свинка приготовила пиццу. А вот и салат. Из дедушкиных помидоров, латука и огурцов. Ешьте пока горячее. Джордж уже доел пиццу, но он не любит помидоры, латук и огурцы. Ты что, Джордж, не любишь салат? Нет. Джордж, попробуй один маленький кусочек. Джордж, это огурец. Дедушка-свин сам его вырастил. Попробуй лату, Джордж. Он вкусный. О, нет, нет, Джордж. Ну-ка, посмотри. Теперь это динозавр. Динозавр. Джордж любит динозавров. Джордж ест помидоры, латук и огурцы. Молодец, Джордж. Хочешь добавку, Джордж? Нет. Джордж, ты что же, не хочешь больше помидоров, латука и огурцов? Джордж слишком наелся. Джордж, ты совсем ничего не хочешь? Джордж не хочет больше ничего. Ну что ж, значит, ты не будешь шоколадный торт? Шоколадный торт. Ну и ну. Кажется, Джорджу вернулся аппетит. Я свинка Пета. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пета. Мы моем машину. Папа свин собирается прокатить семью за город. Поехали. Вы готовы? Готовы. Да, папа свин, мы готовы. А вот машины нет. Она вся грязная. О, ничего страшного. Внутри она еще грязнее. Наш папа грязнуля. Наш папа грязнуля. Сколько тут хлама. Газеты. Это мои. Сласти. Это мои. Динозаврик. Динозавр. Нужно помыть машину перед тем, как ехать. О, ты права, мама свинка. Мама, можно мы поможем? Да, если хотите. Ура! Папа свин набрал теплой воды, чтобы мыть машину. Папа свин моет крышу. Мама свинка моет капот. Пепа моет двери. Джордж хочет помыть окна. Но он слишком маленький. Бедненький. Давай помогу. Ай-яй-яй. Джордж уронил губку в лужицу. Джордж, ты опять испачкал машину. Я смою грязь. Пепа, это вода. Грязная. Ну вот, Пепа залила грязной водой всю машину. Ой. Ничего, мы помоем ее из шланга. Да, да. Можно мне держать шланг? Пепа держит шланг. Папа свин включает воду. А где же вода? У-у-у-у. О, Пепа, хватит. Прости, мама. Хи-хи-хи. Ой. Папа свин, скорей выключи воду. О-хо-хо-хо. только без паники ну и ну все промокли зато машина чистая и мы тоже идите посушитесь а я вытру машину до встречи папа свинь так хорошо вытер машину что в ней видно отражение какое смешное лицо ой много смешных лиц это пепа и джордж и мама свинка что за чистенькая машина да уж в машинах я разбираюсь садитесь я поведу ну что все готовы поехали надеюсь в машине тоже будет чисто да мама свинка да мама свинка теперь ты испачкала машину ну и мама я свинка петта это мой младший брат джордж это мама свинка а вот папа свин хихихих хихих 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 чудный солнечный денек папа и джордж устроили пикник это апельсиновый сок мишка что ты сказал большое спасибо пепа пожалуйста мишка а вот и твой сок динозаврик а что ты сказал пожалуйста динозаврик мишка с динозавриком хотят печенье мы не очень голодны пусть печенье едят пепа и джордж спасибо мишка что это за странный звук пепа джордж скорее идите в дом мама мы слышали грохот это гром пепа это значит будет гроза и сильный дождь скорее бегите в дом пока дождя нет бояться нечего дождь еще далеко далеко небо становится все темнее скоро начнется гроза пепа джордж пепа джордж вы принесли игрушки из сада динозавр хорошо динозаврик здесь мишка я забыла мишку в саду он промокнет не бойся пепа папа свин спасет мишку беги скорей папа свин дождь вот-вот начнется я знаю о грозе все дождь будет не скоро хо 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 я так и думал у мне еще полно времени вот он промок насквозь да бедный мишка вытремкой его бедный мишка вот и все мишка ты высох А как же бедный папа Я тоже промок насквозь О, прости, папа-свин Мы тебя тоже выпьем Вот и все, папа-свин Ты совсем сухой Дождь проник в дом У нас промок пол Ай-яй-яй, что же делать, папа-свин? Не бойтесь Папа-свин поставил на пол ведро Молодец, папа-свин Проще простого Что? Скорей, нужно подставить еще что-нибудь Молодец, Пепа Проще простого Мама, гром так громко гремит Ничего, дети, не бойтесь Будем считать от молнии до грома Чем больше насчитаем, тем дальше гроза Раз, два, три Ровно три Раз, два, три, четыре, пять Уже пять Гроза уходит Гроза закончилась Гроза оставила после себя много луж Пепа любит прыгать по лужам Все любят прыгать по лужам Я люблю грозу После нее лужи Хлюп-хлип-хляп-хляп Я свинка Пепа Это мой младший брат Джордж Это мама-свинка А вот папа-свин Хи-хи-хи-хи Свинка Пепа Урок балета Пепа приехала на первый урок балета Это мадам Газель, ее учительница Привет, ты, наверное, Пепа А я мадам Газель Здравствуйте Ох, как мило Добро пожаловать на урок балета, дорогая Пепа Я приеду забрать тебя Пока Не скучай Дети, у нас новая ученица Свинка Пепа Все, Пепа, беги к друзьям Хи-хи-хи Всем привет Привет, Дмитра! Начнем с Демиплие. Демиплие. Теперь маленький прыжок. Петти же те. Легко и изящно. Петти же те. Легко и изящно. Петти же те. Легко и изящно. Урок балета – это очень весело. Поднимите руки. Представьте, что вы прекрасные лебеди. Как вы думаете, какие звуки издают лебеди? Легко и изящно. Пеппа любит танцы. Все любят танцы. Мама, мама, мы были лебедями. Пеппа просто умница. Я танцевала легко и изящно. Молодец. Показать, как я танцую, мам. Поехали домой. Там ты все покажешь папе, Джорджу и мне. Пока! Пеппа и мама-свинка уже дома. Папа, Джордж, я покажу вам, как танцуют балет. А это трудно. Мне было просто. А тебе, Джорджу и маме, было бы очень трудно. Во-первых, нужна музыка. Вот. Теперь, Джордж, мама и папа, повторяйте за мной. Мадам Газель сказала странное слово, но нужно просто присесть и подпрыгнуть. А, это птижете. Ты знаешь это слово, папа. Хо-хо-хо. Мы с мамой-свинкой занимались балетами. Осторожней, папа-свин. Хо-хо-хо. По-моему, это падает дыр. Оп-паля. А-а-а. Мне казалось, что там было не так. Хе-хе-хе. Глупенький папа. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Пусть лучше танцует Пеппа. Да, я это умею. Я прекрасный лебедь. Хе-хе-хе. 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 Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама-свинка. А вот папа-свин. Хе-хе-хе. 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 Без родителей. Сегодня мама-свинка и папа-свин уходят. Бабушка и дедушка будут сидеть с детьми. Бабушка, дедушка. Пашка, дедушка. Привет, мои малыши. Привет. Пеппа, Джордж, в кроватке, быстро. Хе-хе-хе. Добрых снов, мои поросята. Добрых снов. Спите крепко. Пока, мама. Пока, папа. Какие умницы. Засыпайте поскорей. Да, мама. Какие послушные. Мама-свинка и папа-свин уже уезжают. Пеппа и Джордж такие молодцы. Заснули, как только мама сказала. Сидеть с детьми – это просто. Джордж? Джордж? Ты не спишь? Тш-ш-ш. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Что за страшный шум? Думаю, надо сходить на вес. Хе-хе-хе. 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 Пеппа, Джордж, вы не спите? Вот это да. Крепко спят. А, понятно. Так это не Пеппа с Джорджем так сильно шумели. Я ничего не слышу. Да, кажется, они все же уснули. Посмотрим телевизор, а? Садоводство. Сегодня мы поговорим о розах. О, люблю передачи про судоводство. У розы очень острые шипы. Чтобы обрезать розу, нужно отогнуть цветок и развести побеги руками. Бабушка. Пеппа, Джордж, вы должны быть в кроватках. Нам совсем не хочется спать. Можно нам посмотреть телевизор? Ну, думаю, от телевизора вам точно захочется спать. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Исландская роза – редкая находка для садовода. Но в умеренном климате она не растет. Это скучная передача. Дедушка, давай поиграем. Ты будешь кидать и ловить нас. Ну, ладно, но только один раз. Хе-хе-хе. О, да ты стала еще тяжелее. Ну, а теперь Джордж. О, хе-хе-хе. Теперь я. Уэ-э. Хе-хе-хе. Выше, выше. Уэ-э. Кажется, дедушка немного устал. Я знаю. Бабушка, давай играть в салки. О-о-о. Хе-хе-хе. Ты вода. Не догонишь. Хе-хе-хе. Не догонишься. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я заспалю. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Мама-свинка и папа-свин вернулись домой. Надеюсь, детишки давно спят. Эй, есть кто-нибудь? Маленькие свинки спят. И большие тоже. Я свинка Пета. Это мой младший брат Джордж. Это мама-свинка. А вот папа-свин. Свинка Пета. Блины. Время пить чай. Мама-свинка приготовила для всех сюрприз. Сегодня мы готовим блины. Блины. Объедение. Я люблю блины. Все любят блины. Я умею переворачивать блины. Поверьте мне. Ты уверен, папа-свин? В прошлый раз ты ворчал, когда уронил блины. Я никогда не ворчу. Это была плохая сковородка. Мама-свинка. 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 Можно мы поможем готовить блины? Да. Вы поможете готовить тесто. Сначала насыпаем в миску муку. О-о-о. Разбиваем яйцо. Мама-свинка. Теперь молоко. И хорошенько размешиваем. Можно я помешаю? Конечно, Пеппа. Пеппа любит мешать. Джордж тоже любит мешать. Нет, Джордж. Вот так. Все-все. Хватит мешать. Сядьте за стол, а я буду готовить. Мама-свинка собирается перевернуть блин. Ура! Можно подкинуть выше, мама-свинка. Покажешь, когда будешь жарить свой блин, папа-свин? Первый блин для Джорджа. Мама-свинка поливает блин Джорджа сиропом. Как вкусно. А этот блин для Пеппы. Ура! Можно подкинуть выше, мама-свинка. Ты сможешь показать, когда будешь жарить свой блин, папа-свин. Кленовый сироп. Ммм, объедение. А этот блин для мамы-свинки. Ура! Ты подкидываешь слишком низко, мама-свинка. Следующий блин твой, папа-свин. Ты покажешь нам, как это нужно делать. Ммм, вкуснотища. Ха-ха-ха. Вы все смотрите? Чтобы приготовить правильный блин, нужно подбросить его повыше. Хи-хи-хи. Раз, два, три. Хоп-ля! Глупенький. Пожалуй, это слишком высоко. Какая жалость. Это был последний блин. Его совсем нетрудно достать. О нет, папа-свин не может достать свой блин. Ничего, папа-свин. Я знаю, как нам достать его. Идемте наверх, дети. За мной. Что же придумала мама-свинка? На счет три мы все начнем прыгать на месте. Раз, два, три. Оп-ля! Что они делают? Ха-ха-ха. Получилось. Теперь и у папы-свина есть блин. У папы на голове блин. Полей его сиропом, папа-свин. Полей. Раз, два, три. Хоп-ля! Объедение. Я свинка Пета. Это мой младший брат Джордж. Это мама-свинка. А вот папа-свин. Хе-хе-хе. Свинка Пета. Хе-хе-хе. Моя двоюродная сестра Хлоя. Хе-хе-хе. Пеппе и Джордж играют в саду. Бросай, Джордж! Ты бросил слишком сильно, Джордж. Это значит, я выиграла. А теперь я. Опять выиграла. Пеппа, Джордж, ваша двоюродная сестра Хлоя приезжает. Ура! Сестра Хлоя! Джордж, Хлоя уже большая, как я. Не огорчайся, если она не захочет с тобою играть. Уверен, Хлоя будет играть с вами обоими. Это Хлоя! Тетя свинка привезла Хлою в гости к Пеппе. Хлоя двоюродная сестра Пеппе и Джорджа. Хлоя немного старше, чем Пеппе и Джордж. Привет, Хлоя! Привет, Пеппа! Привет, Джордж! Ну, мы пошли. Хотите поиграть? Да! Поиграем в салки! Пеппа любит играть в салки. Вы играете в салки. Это игра для маленьких. Ой, мы играем в салки только из-за Джорджа. Ладно, поиграем для Джорджа. А вы играете по-взрослому или по-детскому? По-взрослому. Я начинаю. Пеппа, ты вода. Догони меня! Пеппа вводит. Она должна догнать Хлою и Джорджа. И поймаешь. Джорджа, я легко догоню тебя. Ведь ты маленький. Как нечестно. Ты помогла Джорджу. Потому что он маленький. Хочешь, я помогу тебе? Нет, мне помощь не нужна. Я уже большая, как ты. Давай, Пеппа. Догоняй нас. Не поймаешь. Не поймаешь. Это грубая игра. Давайте играть в другую. Ладно, я знаю игру для больших детей. Хитрая лиса. Вот. Лиса! Я хочу в нее играть. А как это? Один из нас хитрая лиса. А другие должны подкрасться. Чур я лиса! Пеппа хитрая лиса. Когда она стоит спиной, другие крадутся к ней. Но тот, кто шевельнется, когда она повернулась, должен вернуться обратно. Джордж, ты шевельнулся. Иди обратно. Попалась. Я выиграла. Я не была готова. Я могу двигаться, когда хочу. Правда, Джордж? Теперь Хлоя будет хитрой лисой. Пеппа и Джордж должны стоять неподвижно. Пеппа, ты шевельнулась. Иди обратно. Так нечестно. Ты долго смотрела. Я могу смотреть, сколько хочу. Иди обратно. Джордж победил. Может, поиграем в другую? Да. Но только в игру для больших. Я знаю. Это моя любимая игра. Она для больших. Джордж, ты знаешь любимую игру Пеппы? Любимая игра Пеппы – это прыжки по лужам. Джордж, чтобы прыгать по лужам, нужно надеть сапожки. Тебе я тоже принесла, Хлоя. Я слишком большая, чтобы прыгать по лужам. О, я тоже. Джордж любит прыгать по лужам. Вообще-то, Пеппе тоже хочется попрыгать по лужам. Но она хочет выглядеть большой. Я слышал, тут прыгают по лужам. Мама, Сминка и папа, Смин любят прыгать по лужам. Кажется, это весело. Да. Весело. Может, большие девочки тоже иногда прыгают по лужам? Да, есть такое правило. Я к вам. И я. Все любят прыгать по лужам. Даже большие девочки.